Расскажи мне о войне. А кто может рассказать о событиях трагических сороковых? Только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. Только те, кто прошел фронтовыми дорогами от Бреста до Берлина. Они помнят все. В их памяти мельчайшие детали боевых операций. В их памяти имена погибших однополчан. Ветераны Великой Отечественной войны. Наши седовласые герои. Среди них Петр Федорович Колпаков, участник Сталинградской битвы. Он не любит говорить о войне, поскольку больно. Шли ожидаченные оборонительные бои. И был сложен план Гитлера захвата Сталинграда. А с 29-го числа второй период начался. Было организовано три фронта. Сталинградский, Юго-Западный и Донской. Они перешли в контр-раступление. И окружили немецкую эту группировку всю. Разгромили ее. И 2-го числа командующий Донским фронтом Аркасовским довожил Сталину. Мы окружили и уничтожили немецкую группировку. Боевые действия закончили. Пока мы живы, мы не дадим, чтобы наши все это замолчали. Мы свою память должны отстоять. Так что пока мы живы, мы не дадим перебидовать, чтобы победили американцы, а не Советский Союз. Нельзя перекраивать историю. Победу во Второй мировой войне одержал народ Советского Союза. Преуменьшать ее никому не позволено. Право на память должно стать одним из важнейших видов прав человека. Именно поэтому Международное общество прав человека реализовало проект «Расскажи мне о войне», в котором приняли участие страны постсоветского пространства. Об этом говорили на заключительном мероприятии Белорусской секции организации, которую возглавляет профессор Иван Котлер. Оно прошло в Бресской городской библиотеке имени Пушкина. Здесь проблема нашей памяти. А право на память есть важнейшее звено в системе прав человека. Во-вторых, мы никогда не были безразличны к истории. Нам нужна правда в истории. Мы решили внести хотя бы какой-то элемент, правду в историческое событие, которое было. И главное, вывести уроки, в том числе для молодежи, по итогам рассмотрения этой проблемы. Мы проанализируем ситуацию, проанализируем наши материалы и уверенно, еще на дальнейшем выработаем какие-то замечания, рекомендации на влучшение, в том числе военно-патриотическое воспитание молодежи. О войне в созданном фильме рассказывали ветераны Молдовы и Армении, России и Украины, Азербайджана, Грузии и Белоруссии. Каждый по-своему. Но так эмоционально, так правдиво. Александр Филиппович Григорьев – один из героев фильма «Расскажи мне о войне». Мой погляд. Войня возникает, во-первых, из корыстных побуждений, жажда власти и национальная ненависть. Война – это, как певец сказал, злая тетка она. Вот эта злая тетка вошла в мою душу и сердце 23 июля 1941 года. Начались бои. Горжусь тем, что наш народ победил. Мы такие ужасы. Мы видели такие ужасы. Так я горжусь тем, что мы это пережили. Поэтому наш народ нельзя победить. Потому что несмотря на какие-то обиды, но все равно вот этот патриотизм, свою родину, свою любовь к своей земле, презрение к захватчикам. Рассказ Александра Григорьева просто поразителен. Трогает до глубины души. Он впечатлил собравшихся в библиотеке. Он трунул каждого, кто увидел этот фильм. Зная то, что люди могли через это пройти, и как они проходили, я считаю, это очень важно, потому что мы с таким не сталкивались, а эти люди прошли через это, и они нам передают свой опыт. Посмотрев это, у меня появилось чувство патриотизма к собственной родине. Оно у меня всегда есть, но сейчас оно было очень сильное. Потому что эти люди сражались за нас, чтобы подарить нам этот маленький мирок. Мы должны его беречь. Мы сейчас, молодежь, стоим здесь, участвуем в этом всем мероприятии. Мы должны понимать, потому что на нас, молодежи, лежит большая ответственность, потому что нам это все беречь, рассказывать нашим детям, внукам, правнукам. И мы должны преподнести им так, как преподнесли ее нам, но в правильном свете, а не в том, что написано в интернете. Это было эмоционально. Они рассказывали все в эмоциях. Они старались, чтобы нам было интересно, и рассказывали какие-то моменты. Но я считаю, это было очень страшно. Я считаю, что история пропитана эмоциями, кровью и болью. Воспоминания ветеранов войны, живые, искренние, со слезами на глазах, это то, что необходимо в воспитании молодежи. Это то, что действует на поколение 21 века. Поколение, которое не знало войны. Чтобы у нас был такой же патриотизм, как был у ветеранов Великой Отечественной войны, они же были ровесниками их. Я и говорю детям, что выиграли войну ваши ровесники практически, а потом восстанавливали разоренные. Надо, да, тоже ваши ровесники, и тогда до них доходит. И вот это вот, я считаю, что чтобы не было таких социальных потрясений, необходимо просто это возобновить. Потому что эта работа была, но куда-то она как-то тихонечко, заувалирована, как-то, ну, в общем-то, ушла из жизни. Патриотизм. Какое ёмкое слово. Его не надо воспитывать. Оно живёт в каждом из нас, и каждый из нас хочет жить в мирной, свободной стране. К этому призывают нас и наши ветераны. Они говорят на разных языках, но объединяет наших героев. Одни слова. Главное, чтобы человек не стоял на месте. Всегда стараться что-то достигать. Как люди-то, руководители государств, будьте добрее друг к другу. Будьте терпимее. Будьте терпимее. Уметь не только говорить, но уметь и слушать. Слушать оппонента. Вот. Ну и быть добрее. Люди, будьте добрее друг к другу. И тогда войны не будет. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Александр Макаревич. Новости БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова